Всех интересует вопрос, что случится с моей тачкой через 100 тысяч километров. Особенно это интересует тех, кто покупает новую машину. Сегодня мы расскажем, что же это будет. Новый проект от бородатой езды 100 тысячник. И первую тачку, которую мы рассмотрим, будет Ford Explorer Sport. Машина во многом уникальная, от того особо интересная. Начинаем! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Эта машина уникальна тем, что это семиместный здоровый кроссовер, у которого установлен спортивный трех с половиной литровый твин турбовый мотор мощностью 360 лошадей. Действительно, машина, у которой нет аналогов, потому что она может перевезти вас, вашу семью, большое количество багажа на расстояние, но при этом подарить вам хорошее и приятное удовольствие от вождения. И, в принципе, это единственная машина в данном случае, я не уверен насчет мира, но в России точно единственная, которая прошла отметка в 100 тысяч километров. Сейчас пробег здесь 110. Давайте выясним, что же случилось за это время, что менял наш владелец, потом мы поедем на сервис и посмотрим, что стоит поменять для того, чтобы купить эту машину и получить ее в идеальном состоянии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно понимать, что у этой машины реально сложная судьба. Ее владелец за полтора года накатал 110 тысяч. Вы сами понимаете, да, как он вшатывал свою машину. Надо сказать, что при всем при этом лакокрасочное покрытие здесь нормальное. Да, здесь есть боковые царапины от каких-то кустов или еще чего-то. Много царапин под ручками, но это стандартная история, в принципе, для всех автомобилей. Но на что я обратил внимание, на этой машине очень много ездили по трассам. И при всем при том, у нее практически нету сколок на передней части. То есть она в нормальном абсолютно состоянии. Владелец заклеил здесь значок Ford, потому что он считает, что такая машина, как Ford Explorer, очень крутая, особенно в комплектации Sport. Поэтому он заклеил свой значок. В принципе, выглядит это действительно неплохо. Отдельно стоит упомянуть про то, что номер он перенес с его стандартного места вниз. Это одновременно защищает его от ударов по радиатору, то бишь маленьких камней и камер. Правда, говорят, иногда докапываются полицаи, но, в принципе, повода нет, потому что он говорит, что машина американская, места подкрепления нет. Соответственно, как смог, так и прикрепил. На машину установлены ксеноновые фары, которые нормально светят. Ну, в принципе, машина выглядит вообще офигенно. Мне очень нравится, как выглядит. Черная, большая, солидная, действительно брутальная тачка, которой при этом есть что показать. Давайте взглянем, что здесь под капотом. Ну, а, кстати, первая интересная особенность. Машина сейчас стоит 3 миллиона рублей, а у нее нет амортизаторов, которые подпирают, собственно, вот этот вот самый капот. А раньше капоты выпускались железными, и эти капоты очень здорово проломливали крепления и падали на своих владельцев. Первые трое то ли травмы получили, то ли вообще погибли, и капоты с тех пор делают пластиковыми. Вот на этой машине он уже пластиковый. Мотор 3,5 литра, твин турбо, то есть здесь две турбины, 360 лошадиных сил, и едет машина очень достойно. На одном уровне с X5 4.8, на одном уровне с Range Rover Sport, то есть машина реально бодрая. Есть две проблемы. Во-первых, здесь подтекает расширительный бачок, это видно сразу невооруженным взглядом. А во-вторых, здесь уже второй раз меняют аккумулятор за полтора года, аккумулятор приходит в полную негодность. Ну и, соответственно, вот этот аккумулятор тоже уже слой бы держит напряжение. Что здесь еще есть, мы уже потом посмотрим в сервисе. Пока закроем. Ну, закроется нормально. Пойдем посмотрим, что сзади. То, что это модель с индексом Sport указывает то, что здесь на задней крышке есть надпись Sport. Она как бы намекает на то, что это модель с индексом Sport. В чем большое преимущество? Так, она и открывается. Надо отдельно сказать про вот этот замечательный ключ, который идет в машине за 3 миллиона рублей. Он похож на Жигулевский. Здесь есть несколько кнопочек. Ну, например, кнопочка открывания багажника, который здесь с электроприводом. Немножко долго. Камера заднего вида тоже есть в этой машине. Вот чего здесь реально круто, так это огромный здоровенный багажник, который можно набить всякой-всячиной. Здесь много наших сумок. Какие-то наши чемоданы. Рюкзаки. И камеры. Немножко помяли бородатый из, да? Немножко помяли нашу наклейку. Всем пофигу. Еще сумки. Еще сумки. Куртка Марата. О, неплохо. Сейчас пузырим. Мажор. Многие же обвиняют нас в этом. Мажор. Так, сюда. Еще какой-то рюкзак. Кожаная черепаха. Блин, Кока-Кола. Я хотел пить вообще-то все это время. Кока-Кола официальный спонсор бородатой езды. Было бы неплохо. Блин, я вот сейчас выпил, подумал, а вдруг там виски-кола. Ну нет, просто кола. Так. Вот это штативы. Зонтик, подушка. В общем, посмотрите. Сразу видно, что чувак здесь реально живет. Еще какая-то куртка, стаканчик. Лайм, да? Неплохо лайм. Лайм, пакетик, еще пакетик, еще. И вот тут мы добрались до огнетушителя, который ему когда-нибудь понадобится. Водичка, бутылка. Еще водичка. Еще бутылка. То есть вы понимаете, да? Насколько много всего масла. Странно, это же не Субару, зачем здесь масло. Так, еще какая-то, еще один зонтик. Ножик, перчатки, ключ. Блин, да сколько тут всего-то? Вот такой нож еще есть. О, несколько. Я съем потом. Вот эти сиденья можно сюда, по-моему, сложить. Вот так. Они образуют ровный пол. Ну, сейчас мы этого делать уже до конца не будем. Они образуют ровный пол. Как видите, все это довольно, что это такое вообще, спиннинг. Зелененький спиннинг. Подушка. Они образуют довольно ровный пол. И сюда вмещается реально огромное количество всякой фигни. Так, как я и говорил, машина семиместная. Вот здесь вот интересная особенность. Это картонка сломана. Сиденья, которые складываются в ровный пол. Та часть, которая ближе ко второму ряду, образована такими картонными частями. И один из друзей нашего владельца, он сюда вот так опер с рукой, и она теперь сломана. Вот это видно. Также выломаны какие-то крепления ремней. Вот эти все части. Выломаны такие же крепления вот здесь. Они ушатались, хотя Марат утверждает, что он их особо и не трогал. Ну, в целом, конечно, багажник здоровый. А третий ряд, второй ряд складывается вообще в ровень. То есть здесь можно спать, спокойно совершенно протянувшись на все протяжение машины. Класс. Машина реально универсальная. Все довольно удобно трансформируется. Присоска в стиле Феррари. Под мелочь. Это Марат копит на бензин. Бабло. Эспандер. Девчачий. Очень слабенький. Аромат Версачи. Ну, ничего такой, нормальный аромат. Гандоны. А, презервативы. Продукт для носа. А, гигиеническая помада. Ну, что за мужик без гигиенической помады, правда? Скотч. Короче, здесь влезает просто дохренища всего. Ну, вот здесь начинается все самое интересное. Руль уже практически полностью стерся, особенно сверху. Сразу видно, что владелец машины реальный пацан, потому что ездит почти все время вот так вот. То есть в тех местах, где вообще у всех, по идее, должен стираться руль, все нормально. Поэтому сразу понятно, что держится он одной рукой, а второй рукой он держится за крутилку громкости, потому что она превратилась в какое-то совершеннейшее подобие, даже не знаю, что это, какое-то суфле просто. Потому что, как он говорит, она раньше вот такая красивая, теперь она не красивая совсем. Здесь опять-таки много всяких подлокотников, подстаканников, все как любят американцы, мелочь, лазерный указ, все, что нужно современному пацану. Здесь гордая надпись Powered by Microsoft, то есть система дела Microsoft, 50 рублей здесь, кошельки и прочая история. Надо отметить, что у Ford очень много различных фишек именно для современного человека. Здесь как минимум два USB-входа, здесь один USB-вход, здесь также есть бардачки USB-вход, здесь же в бардачке есть неплохой такой нож. Вообще я умею его крутить, просто вот так отделать. Оп, сразу видно, да, пацанчик, мажор. Какие-то документы, вот это что вообще, это, видимо, очень нужно. Какие-то резинки, книги по эксплуатации Ford. Кстати, почему, интересно, она ЧБшная. Реально, ЧБшная картинка. Какой-то диск, пластиковые вилки, но не суть. В общем, интересно, что мультимедиа-то здесь довольно-таки развита. И сейчас я попробую посмотреть, что с ней. У-у-у, да, чувак же здесь выхлоп поставил, но это мы посмотрим в сервисе. Также надо сказать, что кнопки на руле также продавлены ударом локтя, как мне сказали. То есть здесь кнопочки провалились. А в целом состояние салона, надо отметить, для машины с пробегом за 100 тысяч довольно неплохое. Вот здесь вот еще дефлекторы так же не регулируются, они отломались и слетели. Вот так, вот оно. Не будем доламывать, или будем, нет, не будем. Ну, а все остальное, в общем, на уровне вполне. С навигацией надо еще разобраться. Здесь же у владельца отвалилась мультилевая система. Что это вообще? А, это его замечательная сигнализация, она отвалилась. Сигнализация у него, кстати, прикольная. Можно прямо с телефона заводить в машину. Ну, давайте сейчас поедем и потихоньку по дороге разберемся с мультимедией системой. Первое, на что обращаешь внимание, это то, что для спорта здесь слишком как-то здоровенный руль. Его явно сюда вкорячили от Ford Focus, причем не сильно меняя. Если вообще меняя. Во-вторых, в салоне очень шумно, благодаря тому, что хозяин этой машины захотел спортивный выхлоп и сделал это за 7000 рублей. И явно справа гудит какой-то, подшипник, наверное, ступится. Ну, надо сказать, что машина прикольно ревет, то есть, действительно, когда-то проезжает мимо. А где-то ближе к 2500 оборотам здесь присоединяется еще легкий свист турбины. Что добавляет некого драматизма в поездку. Я не знаю, как ездит эта машина новая. Сейчас ее явно тянет направо. Возможно, это связано с тем, что задние покрышки здесь абсолютно лысые. Возможно, это связано с тем, что у нас гудит... А, нет, сейчас вот уже налево тянет. А, сейчас опять направо. Интересно. Что такое? Здесь есть климат-контроль, конечно, он двухзонный. Здесь есть даже вентиляция сидений. Это очень круто, особенно сейчас за такую жару. Потому что мы, наконец, снимаем в жару, а не в холод. Здесь дофига места для водителя. Надо отметить, что место для локтя, которое обычно упирается за рулем, она уже довольно основательно продавлена. И так сантиметра на два с половиной туда пальцы можно просунуть. Я не знаю, сколько он приобрел или потерял в динамике. Я думаю, что за полтора года, даже учитывая жесткую эксплуатацию, вряд ли он лишился какой-то части своей динамики. По паспорту эта машина должна разгоняться до сотни за шесть с половиной секунд. Что, в общем, довольно круто. И на уровне горячих хэтчбэков при ее размерах это реально хороший показатель. В моем режиме езды машина потребляет 40 литров на 100 километров. Ну, а вообще в нормальном порядка 18-16-18. Но, как нам рассказал Марат, кто ездит на этой машине в обычной жизни, что машина очень не любит пробки, очень не любит стоять на холостых. В этих случаях она жрет бензин, особенно неистово. Держаться за этот руль действительно двумя руками как-то тупо. Поэтому понятно, почему здесь все протерто. Потому что надо ездить как реальный пацан, вот так вот. Звук похож на бегемода, вперед спаривания. Где моя самочка? Схочу самочку. А ступица добавляет к этим звуковым ощущение того, что на тобой роятся мухи безостановочно. Хотя машина, в общем-то, не такая, чтобы на ней роились мухи. Кстати, надо отметить, что у этой машины очень плохие тормоза. Они быстро устают, быстро перегреваются. Например, когда мы снимали тест М4, я мог спокойно несколько раз оттормозиться с более чем 200 км в час. И сзади тут же получал сигнал по рации. У меня окончились тормоза. О, довольно ощутимый подхват. После 3,5 тысяч аппаратов турбина начинает дуть уже в полную силу. Чувствуется такое прилив ускорения. Довольно приятный. Что самое классное, что при таких здоровых размерах машина действительно управляется, действительно едет. Но этот бой, блин, бегемот у меня немножко напрягает, честно говоря. Я не люблю сенсорные панели, а Ford прям утыкан вот этими сенсорными кнопками. Здесь есть и кранчик отдельный, есть отдельная панель для управления климатом. Причем панель такая же, как была в Cadillac'е с RX'е. То есть она не отображает твое нажатие никаким образом. Такое ощущение, что просто тыкаешь пальцем в кусок пластика. Прям бесит. Когда раскручиваешь мотор, появляется такой звук, как будто сифонит в форточку. Такое ощущение, что оказался на крайнем севере такой... Как будто поджог и пылесос Керхер. У меня очень раздражает положение поворотника здесь, рычага для поворотников. Потому что оно как-то очень высоко. Приходится прям снимать руку и отдельно ее включать. Какой бесячий звук. Такая серьезная машина, но какие-то вот есть мелкие недочеты от этого звука поворотника. Что ж он мне напоминает? Он в свое время такие на Жигулях стоял. На приводе там. Коробка работает хорошо, хотя пару раз она во время динамичной, да и все-таки немножко пхнула меня. Наверное, пора уже менять масло, потому что после 100 тысяч это точно стоит сделать. Хозяин не делал этого ни разу. Надо отметить, что вообще Эксплора очень надежная машина. За все то время, которое она была в руках одного человека за полтора года, были поменены по гарантии передние стойки стабилизаторов. Причем интересно, что первый раз в сервисе установили две правых стойки стабилизатора. Из-за чего в повороте во дворе их подклинило и машина чуть не улетела. Ну, короче, колеса заблокировались. Сами представляете, что могло случиться. Хорошо, это произошло не на скорости. А во-вторых, меняли задние амортизаторы, причем они просто люфтили, а не сопливили. То есть, в принципе, машина очень-очень надежная. Она может ездить как на 92-м, 95-м, так и на 98-м бензине. И даже один раз сюда заливали 86-й, когда другого бензина никакого не было. Да, смертник, смертник, кончиться хочет. На этой машине какую-то легкую агрессию, честно говоря, испытываешь относительно всех. Она черная, тонированная, большая. Так и хочется побеспределить. Упали за 2 миллиона рублей. А сейчас ее можно продать где-то за 1 600-1 700. Сложно оценивать, потому что, я говорю, это единственный Ford, у которого пробег 110 тысяч километров. Сейчас она стоит 3 миллиона рублей. То есть, в принципе, относительно нынешней стоимости почти в два раза потеряла. Сейчас приедет наш эксперт, еще расскажет нам про это. Да, повороты, это, конечно, не история для Ford Explorer. Здесь всех колбасит. Реально странно, что у такой спортивной тачки, ну, во-первых, здесь нет настроек амортизаторов. То есть, невозможно настроить их жесткость. Во-вторых, у коробки нет режима спорт. Ее заменяет режим песок в режиме полного привода. Тогда она становится более чувствительной. Но если ехать в режиме песок очень долго и с большой скоростью, муфта начинает перегреваться. В таких случаях машина просит остановиться и дать ей отдохнуть. Точнее, она пишет, что нужно заехать в сервис. А владелец говорит о том, что, в принципе, можно просто минут на 20 ее потушить. Как бы, и все будет нормально. Она через 20 минут остынет и перестанет туда проситься. Так, что за неровностям у нас? Ну, нормально. Это очень большой бегемот. Реально неровности пофиг. Вы обратили внимание, да, на четки? Четки у пацана должны быть четки-четки. Пахнет что-нибудь. Пахнет деревцем. Пойдем познакомимся с Серегой. Серега! Выходи сюда. Будем с тобой знакомиться. Иди к нам. Да, блин, не надо снимать тут. Здравствуйте. Серега, человек, который будет для нас осматривать машины с пробегом больше 100 тысяч, который в них разбирается, умеет их чинить, умеет их тюнинговать. Ломать. Ломать не умеешь, ну не бери, но ломать немножко, да. Ну что, загоняем тебе форда, позорим, что-то похож немножко на Эрика Давидовича. Третий дом бородатой езды будет. Дай его воркнуть. Захочешь, приклеить, не приклеишь. Нет одного пузырика, блин. Нифига себе. Ну, мастер сразу, и заставай с руками. Вот так вот у нас будет теперь. Ну что, сейчас узнаем всю правду. Что же случилось с тачкой за 100 тысяч километров? Здесь какая-то здоровая хрен заедет в сервис. Сначала поднимем. Саленлоки заднего рычага в хлам. Последние пока по-переди, пока походят. Шары вы не дрогали? Нет. Алика, пошатай. Влево, вправо руль. Тяга, рулевая. Рулевая. До свидания. До свидания. Еще, пошатай. Не, короче. Левая только. Левая, правая нормально? Левая, да. Кардончик. Задняя рычагина подходит. Саленлоки также. Серега, да, нормально поднял машину под свой рост? Ему очень удобно поднять. А это все, это максимум. Да я понимаю. Ахахахаха. Ахахахаха. Что? Стейк стабилизатор готов? Задние, да, вы их не меняли, да? Нет. Нет. Задние как-то меняли. Задние? Я говорю, передние. А, вот эти нет, эти нет. А, они в хлам. Ну, даже не надо монтажку ставить. Тут и так все понятно, что они просто подохли. Передние, похоже, в диске еще. Задние очень, особенно внутренняя сторона стерка. Саленблоки, рычага. Надо сейчас записать все это. Шары пока терпят. Рычага, задний. Саленблок переднего рычага. Задний саленблок переднего рычага. Да, задний саленблок переднего рычага, наоборот. Скоро залюфтит. Ну, то есть передний ступичный подшипник, конечно. Рано или поздно загудит, все равно застучит. Залюфтит. Менял передний оборота только? Стойки, стойки менял? Да, стойки, да. А стойки сами не меняли? Значит, помыли. Хорошо. Начнем с самого простого, с масла. Когда последнее ТО было, Марат? Ну, масло менял тысячу километров назад. Масло нормальное, уровень, в принципе, максимум. Вроде не темное. Масло в коробке как надо менять? 1060, наверное, у них. Замена масла в коробке пиши. Пиши, пиши. С фильтром. С фильтром. Обязательно. Обязательно. Без фильтра смысла нет. Масло что ли там? Да, давай. Когда его меняете, почему же? Лицо изобразил то, что он не знает. За 20-го вряда такой будет. Фильтр уж хватался конкретно. Да, фильтр надо поменять. Воздушный фильтр. Павла, немножко большой список, да? Фильтр воздушный менять так же, как и масло. Менять. Каждый раз, да? Стоит недорого. Проще поменять. Если вы будете менять на корвете 91-го года сайлент-блоки, это вот делается примерно вот так вот. По бородатому. Подожди, Марат. Я понимаю твое нервозное состояние. А там уже помножено на два, да? Нет, это цена за одну деталь. Такие интересные открытия. У нас сейчас что-то посчитать. Давай сложим. Два баллона еще надо будет посчитать. По сколько они тысяч? По 6-7. Пятнашку за резину. В идеале, да, машинка, говоришь? Очень. Я, конечно, предполагал, что что-то пойдет не так. Наверное, потому что у меня пробег 110 тысяч. Что-то могло за это время немножко испортиться в машине. А, и работа, работа приблизительно. У кого-то отпуск пролетает. Работа приблизительно. Серег, масло сколько там в коробке? Литров 7, наверное, да? Там где-то порядка 9. 9. По 800 рублей должно быть. Еще 7200 прерисовали, Марат. Я рад у тебя улыбается этой ситуации. Ну, это же не моя машина, конечно, я рад. Логично. Я с вами не буду такой эксперимент отдавать. Ну, пойдем, приговорчик послушаем. У нас вопрос, а что дилеры делали на протяжении года? Я их не скажу. За тысячу, ну. Я каждый месяц же к ним ездил, они же мне что-то меняли. Это же не ушаталось за последние две недели. Ты можешь возмущаться сколько угодно. Эксперт, наконец-то. Артем, привет. Привет, Олег. Так, для того, чтобы наш обзор этой бэушной 100-тысячной машины был полный, мы решили пригласить нашего друга Артема из CarPrice, для того, чтобы он смог хотя бы примерно оценить нам его рыночную стоимость и сказать, сложно продать эту машину, легко. Вообще, с какими неприятностями столкнется владелец ее при продаже? Данный автомобиль на вторичном рынке пользуется слабым спросом среди потребителей, так как автомобиль имеет 365 сил под капотом. Это большой налог. Он российской сборки, если я не ошибаюсь. Российская, российская. Россиюшка. Уменьшает спрос на автомобиль. Плюс, все это в совокупности снижает спрос на этот автомобиль, что способствует потере, большой потере остаточной стоимости этого автомобиля. То есть за порядка два года Ford Export Sport теряет порядка 35-45%. Ничего себе, в два раза, что ли? Практически в два раза, да. Сейчас новый автомобиль стоит порядка 2-800, около 2-900 тысяч. За автомобиль 2013 года в среднем по рынку просит от 1-700 миллиона и выше. Ну, только как здесь пробег 110 тысяч, соответственно, ценник будет примерно 1-600 миллиона, да? За эту цену, да, реально, более реально продать такой автомобиль. Ну, а по факту там где-то и полтора и так далее, да? По факту, да, если... Если хочется быстро, да? Более детально, да, разглядывать состояние и ускорить сделку, то может быть и ниже цена. Понятно. Ну, в общем, продажи, да. Такая машина станет определенным приключением для ее владельца, потому что никто не хочет покупать 360-сильный Ford из-за большого налога и прочих неприятностей, связанных с таким количеством лошадей. Поэтому, если вы хотите быстро его и качественно втюхать, ну, не втюхать, ладно, продать, обращайтесь с ребятами с CarPrice, там это будет быстрее, легче и надежнее. Совершенно верно. Итак, ребята, приговор у меня здесь в папочке. Объявляется приговор Ford Explorer Sport 2013 года с пробегом 110 тысяч километров. Итого, ну, то, что мы говорили все до этого, будет стоить по запчастям 84 тысячи 780 рублей, если брать оригинальные запчасти, но на сайте exis.ru. Зачем я пиарю exis.ru? Короче, на самом популярном сайте по замене запчастей больше не буду говорить про Exis. Плюс 13 900 возьмут ребята за свою работу. Соответственно, 98 680 рублей вы не доположили того, чтобы привезти эту машину в идеальном состоянии.